Уроки мужества и встречи школьников с ветеранами Великой Отечественной войны, а также участниками боевых действий в стенах Совета ветеранов города Кировска. Давняя традиция. На этот раз здесь принимали юных гостей из поселка Титан, учеников 4-го класса школы номер 8. И вот представляете, на продовольственном складе выяснили, муки на 35 дней, масло на 30 дней, жира на 45 дней, сахара на 2 месяца, а блокада была 900 дней. Что включал в себя паёк блокадника? Сколько людей оказалось в этом смертоносном кольце и как они выживали? Тема этого урока мужества посвящена блокадному Ленинграду. Школьники слушают, затаив дыхание. Вторая часть урока проходит в музее Совета ветеранов, где мальчишек и девчонок интересует каждый экспонат. Это винтовка Мосина, называется она. С ней воевали, она до сих пор на вооружении стоит. Да, с ней воевали снайпера. Если в атаку штыковую, то одевали вот так штык. О событиях Великой Отечественной войны председатель городского Совета ветеранов Олег Шубин, как и нынешние школьники, знает из учебников, книг и рассказов очевидцев. А вот через Афган он прошел сам. Служил в Кабуле водителем реактивной установки ГРАД. И о снайперской винтовке, и о ППШ рассказывает со знанием дела. Он очень тяжелый. Он еще такой чистый, как только недавно делали. Как ты думаешь, тяжело было с ним? Да, он тяжелый. Это нужна большая сила, чтобы его держать. 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Он напоминает о важной дате – завершении вывода советских войск из Афганистана. И о более чем 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с той войны. Мы собираемся на Аллее Славы. Это 13-й километр по требованию. Ветераны, боевых действий и горожане. Без 15.11 от седьмой школы отходит автобус. Литургия идет в храме. И с храма мы на этом же автобусе выезжаем на Аллее Славы, 13-й километр. Богослужение в Кировском храме спасения рукотворенного образа Господа Иисуса Христа начнется в 11 часов. А ровно в полдень состоится памятный митинг. Продолжение следует...